Чем же отличался юнга от настоящего моряка? У юнги на бескозырке были бантики, а у настоящего моряка были леточки. Камила Шаяхметова учится в восьмом классе. С прошлого года ведет экскурсии в Школьный музей Соловецких юнг. Он существует 26-й год и за это время стал лучшим школьным музеем в Приволжском федеральном округе. С детства меня всегда очень интересовал наш музей. Мне было интересно, что в нем происходит, и всегда хотел сюда попасть. А когда появилась такая возможность, я сразу же приняла участие. Меня очень заинтересовало это дело, потому что я хочу помнить о наших героях школы и продолжать сохранить память о них. Экскурсии здесь всегда проводят ученики. В этот раз Камила вместе со своими сверстниками рассказала о юнгах, участникам кругосветного путешествия, Евгению Ковалевскому и Станиславу Березкину. В экспедиции мореплаватели отправляются на надувном парусном судне «Тримаране». На нем путешественники посетили около 40 стран. Станислав – капитан судна, а Евгений – руководитель экспедиции. Вдвоем они повторяют маршруты первых русских мореплавателей. Очень много узнаешь, когда путешествуешь. Это знания. Ты понимаешь, как устроен мир, из чего он состоит, как люди живут, где-то кокосы собирают, где-то рыбу ловят, где-то просто живут, ничего не делают, племена в Новой Гвинеи. Вообще просто вот живут и все, и ничего. И ты начинаешь как-то понимать, а вообще в чем суть жизни, в чем смысл. То есть, чем больше у тебя знаний такого плана в разных точках, то ты начинаешь продвигаться в осмыслении жизни. Экипаж поделился историей своего путешествия, рассказали о трудностях и самых ярких моментах ученикам школы. Юные слушатели смогли задать все интересующие вопросы. В конце встречи Станислав и Евгений приняли в береговое братство юных экскурсоводов, их руководителя и директора школы. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, События.